Так, ну если кто-то меня уже давно смотрит, то, наверное, помните, что в прошлом году я пыталась сходить на бесплатную косметологию. Все время в инстаграме приглашают, приходите, аппаратная косметология, омоложение, увлажнение и все такое. И мне тогда Славик отговорил, и вы все тоже мне сказали, что бесплатный сыр в мышеловке и так далее, что они разводят, что они приписывают там чего-то, какие-то процедуры дорогие и так далее. Короче, я решила, что я ничего подписывать не буду, ни за что платить не буду. Она мне сказала, что все бесплатно, ни за что не платить, главное ничего не подписывать. А еще Славик сказал, что главное не пить там чай или воду. Кстати, воды надо купить мне где-нибудь. В общем, я ничего не буду пить, ничего не буду подписывать. И, если разрешать, то поснимаю. Вообще-то я по телефону уже сказала, что я буду снимать, они сказали окей. Строители все поразобрали. Ваяют, красоту ваяют. Очень мне нравится, что в Краснодаре очень много роз. Сейчас они, правда, тут уже отсвели, а еще у нас сегодня большой ливень был, поэтому вид земли не очень, но видно, что здесь роз очень много было. Они просто уже отошли немного, подустали, так сказать. О, а здесь тоже есть скейт-парк. Потом, после косметологии, пойду посмотрю, что там за скейт-парк. Раньше его здесь не было, точно я знаю. А я пришла вот сюда, вот Кубань-Плаза. Вот сюда я сейчас захожу. Если меня убьют или украдут, знайте. Рашпилевская 30 дробь 1. Вот здесь я была, понятно? Правда, не знаю, как вы потом это видео посмотрите, если со мной что-то случится. Так, еще маску мне сказали. Надеюсь, маска будет у охранника. Здравствуйте. Есть ли у вас маска? Есть. Спасибо. Бесплатно, надеюсь? Бесплатно. Бахилы тоже? Тоже бесплатно. Спасибо. А можно все заберу? Спасибо, не надо. Шутку шучу. Ку-ку. Я готова с бахилами. Очень я рада, что здесь кондиционер. Прямо очень рада. Я еще ехала, сейчас трамвай думаю. Вот если не будет кондиционера, все, скажу, ухожу. Потому что мне плоховато будет, если не будет кондиционера. я не смогу спокойно лежать и получать удовольствие. Так, что у нас? Вот какая красота. Как всегда, рыбки. Добрый день. Здравствуйте. Можно, да? Я записана на 6 часов. Мне сказали, что можно по телефону. Я надеюсь, себя я могу снимать. Все, анкетка дополняйте. Все, что с вас будет. Я буду спрашивать. Подойдите, пожалуйста. Блогер? Да. Присаживайтесь, блогер. И по какому поводу блогер? По-всякому. Ну, как? Я просто не совсем интернетовский человек. Ну, я поняла, да. А что вы вот? Ну, вот мы переехали просто из Краснодара в Канаду 12 лет назад, 13. А потом вернулись сейчас обратно. Я вот просто рассказываю свою жизнь, показываю, как мы там жили, как мы тут жили, как мы переехали, как мы вообще. Вот. Я сейчас все снимаю, но вас не снимаю. Не хотите? Нет, не надо. Не буду, не буду. Я себя помню. У меня даже... Я не интернетовский чип, у меня нет никаких... Я нигде в социальных сетях, кроме Инстаграма, то закрытый аккаунт. Ну, понятно. Не люблю публичность. Вы все время снимать будете? Ну, нет, как хотите. Нет. Мне все время и не надо, мне главное, чтобы... Ну, расскажите... Когда вы не что-то будете делать, я уж могу себе поснимать лицо свое? Конечно. Вот. Конечно. Скажите, пожалуйста, меня зовут Оксана Викторовна, вас Наталья Анатольевна. По имени можно? Да, конечно. И можно на «ты». Да? Ага. Хорошо. А теперь снимите, покажите мне ваше лицо, чтобы я вас... Ага. Да, точно мы с вами не встречались. Ну, рекламу вам сделаю. Ага. Да, косметология, динтология, трихология. А трихология это у нас что? Волосы? Кожа головы. А вены это? Это флебология. Флебология. Да. Да, да, да. А вены это флебология. Так что... Тоже у вас есть, да? Нет, флебологии у нас нет. У нас лицензия только на вот это. Мы работаем только в медицинской обезотечественной, только на этом направлении работаем. Скажите, пожалуйста, вот эльтероксин с какой целью принимаете, Наташа? Ну, считаю, Витка недостаточно вырабатывает. Ну, гормоны не в норме, да? Ну, да. Ну, эти уже в норме, если я принимаю. Но я их уже давно принимаю, года три. Ну, а у вас не снимают с эльтероксина? Ну, пока нет. Нет. А другие ни на что нет. Нет, ну, только на весну, на траву там, на какое-то... На цветение. Я предлагаю сделать одну... Ну, посмотреть агностику. И мы можем несколько как бы... Не то, чтобы только эту, нет. Но просто вам показать ту, которая будет вам срочно нужна, необходимо, так скажем, да? Которая... Потому что есть на некоторые противопоказания, но они могут быть в назначении. То есть, я показываю, могут быть в какой-то... То есть, мы пролечиваем, а потом делаем, да, и... Поэтому вот я вот так принадлежала, согласна. Сделать диагностику, где... Ну, диагностику мы взяли в Москве. И ту процедуру, которая... Которая необходима, да? Ну, конечно, да. Это все будет бесплатно сегодня включена. Конечно. Эта процедура, да? Конечно, да, конечно, все бесплатно. Хорошо, Наташа, сейчас я схожу, посмотрю, свободен ли врач. Вы меня здесь ждите на нашем кабинете, хорошо? Хорошо, хорошо. Никуда не уйду. Да, не уйдайте. Сейчас накрутят мне чего-нибудь. Сейчас пойду, короче, на диагностику к врачу, чтобы посмотрел, что нужно именно моей коже. Вот. Пришла директор сейчас, такая вся красивая, в черной маске, и сказала, что снимать я не могу. Вот так. Так что снимать теперь не получится. Я говорю, что снимать теперь не получится. Объясняю людям, что, извините, снимать не получится. Хоть это, конечно, нет такого закона, но придется... Закрыть камеру. Все. Всем пока. Потом покажу результат. Вышла я от косметолога. Вся такая помолодевшая. Красивая. Ну, ты почти. В общем, хотели мне, конечно, прикрутить. 200. А, не можете 200? Ну, давайте хотя бы 120. А, не можете 120? Ну, может, тогда 90? Нет, говорю, 90 тоже много. Они такие, а сколько вы можете? В общем, рассказываю. Сходила я вчера к косметологу, которые мне звонили несколько раз, добивались, чтобы я пришла к ним. Я уже собиралась к ним прийти, уже я подтверждила, что да, я прихожу. И они каждый раз, когда звонят, и говорят, что не забудьте паспорт. Паспорт и маску. И я такая думаю, ну, зачем паспорт? У меня в телефоне всегда сфотографирован мой паспорт, моя серия, номер, там, все такое. И я в последний раз, когда уже все, я уже выехала в город, они мне звонят, подтвердить. И спрашивают, вы же взяли паспорт? Я говорю, ну, паспорт я не взяла, но я взяла, у меня в телефоне всегда сфотографирован. Они, нет, нам нужен паспорт, обязательно. Я говорю, а зачем вам паспорт? Ну, я же вам не дам номер, все. Я специально не хотела его брать, потому что думаю, сейчас накачают какими-нибудь наркотиками, там дадут какой-нибудь веселительный газ, и все, все, подпишу, что надо и не надо. Они говорят, нет, нам нужен паспорт, чтобы посмотреть, что вы гражданка России, что он у вас вообще есть. Я говорю, а что, бывают такие, у которых нет паспорта? Они говорят, нет, нам нужен паспорт. Я говорю, ну, тогда отменяйте сегодня мой appointment, тогда я не смогу приехать, и давайте тогда опять перенесем. Вот. И что меня смутило, когда я вчера пришла туда на ресепшн и, ну, стала говорить, вам паспорт нужен, они говорят, да нет, не нужен, просто мне номера, скажите, какие у вас номера. По телефону она говорила, что мы даже не будем у вас брать, вы просто вот со своих рук вот так вот покажете нам паспорт и все. А это на ресепшн мне говорит, просто номера. И мне закралось такое у меня сомнение, что почему же тогда вчера мне сказали, что нужен только вот натуральный паспорт, чтобы им принести. А сейчас она даже на него не смотрит. Она просто говорит, скажите мне, есть ли у вас прописка и, ну, покажите там номера, какие у вас. Вот это первое у меня было сомнение. Думаю, что-то здесь не так. Потом, значит, они дали мне анкету, которую я должна была заполнить, там, все подробная такая информация, какие операции, какие болезни, аллергии, какие там таблетки принимаешь. Ну, вообще, короче, полностью весь анамнез. Они такие, ну, позиционируют себя, как нормальная клиника, что у них вот даже такой опросник есть. Я думаю, ну ладно, внимательно все прочитала, внизу тоже там ничего такого не было, что я под что-то подписываюсь. Там единственное, что было, что вы даете разрешение на обработку ваших персональных дамок. Ну, это нормально, это везде так. Я говорю, ну, хорошо, ладно, подписала. Вот, потом, значит, ожидайте. Сижу, ожидаю. Все поснимала, так в холле немножко, там красивые рыбки, все такое, все так по-богатому. Женщины, девушки какие-то все время приходят, все время какие-то делают себе новые записи, новые аппоитменты, чтобы там завтра, ой, давайте не завтра, послезавтра. То есть я вижу, что у них работа идет, что у них клиенты есть, что у них оплачено это все, то есть не бесплатненькие, как я. Ну, еще там две штуки сидят тоже бесплатненькие. Пришла женщина, Наталья Анатольевна, и говорю, да, Наталья Анатольевна, не так нравится в России, если меня Анатольевна называют, никогда в жизни никто меня так не называл в Канаде. А здесь у меня все так, Анатольевна. Ну, ладно, я, видите, сегодня Анатольевна. Вот, специальное дело, что не соответствует. В общем, повели меня в кабинет, в масочке, думаю, как же она в масочке будет мне делать косметологию, если я в маске. Ну, в коридоре в маске там, ладно, говорит, снимайте. Ну, я зашла с телефоном, начала все это снимать, и я дурочка. Ну, вот я еще не настоящий блогер все-таки. Я все всем пытаюсь сразу сказать. Во-первых, я по телефону, я говорила, что я блогер, я же можно буду снимать? Потому что, если нет, то я бы, может, и не пошла еще. Я, в общем-то, делаю это только для вас, как бы, ну, чтобы сделать интересное видео. Они говорят, ну, да, да, конечно. Я говорю, ну, еще так, как бы, по-свойски пошутила. Я говорю, ну, у нас же сейчас все блогеры, вы же понимаете. Да, я же буду вот снимать для Инстаграма, для Ютьюба. Они, ой, да, конечно, без проблем, что мне так очки отсвечивают. В общем, я думаю, о, классно, ну, хотя бы они не против. И там говорю, я же блогер, вот я уже косметологу говорю, я же могу снимать. Она такая сразу насторожилась, говорит, нет. Почему вы, как вы будете снимать? Я говорю, ну, потому что я хочу поснимать, у вас тут такая красивая клиника, почему бы и нет? Вам разве не нужна бесплатная реклама? Я даже не прошу за это ничего, да, просто как бы это. Я говорю, я вас снимать не буду. Все, вот, она нет, не надо. Ну, только меня не снимайте. Ну, ладно, но меня не снимайте. Ну, я сейчас приду, пока посетите. Я говорю, хорошо. Вот, сижу. И прилетает, значит, такая вся красивейшая молодая женщина. Вся, брови-не-брови, губы-не-губы. Лицо такое все, ну, идеальное. Видно или директриса, или кто она там, замдиректора, или управляющая, может быть, этой клиника. Не знаю, молоденькая, лет до 30. И такая вся, ну, тоже в черной маске, такая в розовом платье, в черной маске, на каблуках вот на таких. Приходит, а вы знаете, что у нас нельзя снимать? Я говорю, да, почему? Потому что там у нас конфиденциальность, там все такое, что-то мне наплела. Я говорю, ну, вообще-то по закону я могу снимать в общественных местах, но если вы против, конечно, вы не делаете бесплатную процедуру, я, конечно, не могу быть настолько наглой, говорю. Но вообще, я говорю, это незаконно. Я просто сейчас буду наис, ну, и сделаю так, как вы просите. Вот. Но жалко, что я это, кстати, не сняла, этот момент. То зачем же вы тогда по телефону сказали, что я могу снимать? Потому что я, может быть, не пришла бы к вам, мне так просили, умоляли. Я спросила по телефону. Не может такого быть. Я говорю, ну, когда вы звоните, вы мне всегда говорите, что наш разговор в целях безопасности будет записываться. Записывался наш разговор? Пойдемте послушаем. Вот. Но потом уже она мне объяснила, это другая косметолог, которая потом мне делала процедуру, она объяснила, что это вообще не их ресепшн звонит, а что это их нанимает, они нанимают какую-то компанию, менеджеров, маркетологов, которые поразванивают людям и вот таким образом приглашают на процедуры, на бесплатные. Так что эта девочка там, маркетолог, могла сказать все, что угодно, она, в общем-то, и не в курсе. Я, конечно, немного расстроилась, что я не смогла поснимать все, что я хотела. Ну, вот как есть, так есть. Ну, сейчас мы пойдем на диагностику, вам сделает, врач вам сделает диагностику вашей кожи, подкожной среды и все такое, на специальных машинах, аппаратах. Вы когда-нибудь делали диагностику? Я говорю, ну, именно диагностику? Нет, я не делала. Я делала процедуры какие-то, у меня салон же в Ванкувере был, я, ну, сразу сказала, что я делала и некоторые там машинами какие-то, и чистки, и уход, и пилинги, и шмилинги, и все это я делала в Ванкувере, но таких вот конкретных лазеров там или гиалуронку я такого ничего не делала. Ну, как бы такое недоверие к этой всей их клинике вызвало. Это то, что и моя косметолог, и это врач, к которой мы потом пришли на диагностику, они были, ну, сильно резко отличались от той вот девушки, которая забегала и говорила мне, что нельзя снимать. Та была вся, ну, прямо куколка, а эти, ну, прямо скажем такие вот прямо помятые, очень помятые. Обычно косметологи, они же вообще просто все идеальные, они все себе делают, тем более я знаю, что когда работаешь в таких клиниках, то у них есть специальные скидки, которые дают им возможность, да, это делать. В общем, моя косметолог вообще какая-то была вот с такими мешками, у нее такой прокуренный голос, она причем руками делала, я чувствовала конкретно, что она курящая, хоть она и в маске была, но я не курящая, поэтому я очень все это тонко чувствую, пигментация на коже у нее была страшная, вот такими, знаете, вот как, ну, это не родинки, это как веснушки, но это пигмент, это уже Е51, она сказала, было, но она выглядела на свои 51. Обычно в таких клиниках в 51 выглядят на 31, она вот прямо 51, а то и 55. Чувство мне не понравилось, что они совершенно не смывали косметику прежде, чем делать мне эту диагностику. Казалось бы, если бы я просто туда пришла на консультацию, да, без процедур, и я бы могла подумать, ну, они не хотят смывать мою косметику, чтобы потом я домой шла, как бы, ну, с косметикой, да, но тут я знала, что я иду на процедуру, мне все равно будут смывать эту косметику, и почему бы сначала мне ее не смыть и потом сделать процедуру на чистую кожу. В общем, как происходила диагностика? Какой-то такой железненькой штучкой они вот так вот прислоняли мне в разных местах кожи, и что-то у них там видно на компьютере происходило, какой-то анализ, они смотрели, насколько влажность у меня в коже хорошая, насколько эластичность, насколько там поры забиты, насколько мои чешуйки там все отходят, не отходят. Ну и потом, естественно, все это было распечатано на компьютере с такими нереальными графиками, все сразу стало очень плохо, очень страшно. Естественно, по всем показателям у меня было на 10-20, а то и 30 процентов меньше, чем должно было быть. И, ну, конечно же, они там все расписывают, но я думаю, их обучают там конкретно. Там все галочки везде проставляют, тут у вас, смотрите, на графике вот такая шкала, тут эту галочку, вот это вот нужно вам криотерапия, тут вам нужно лазерное там что-то, там тут вам нужно гиалуроночку. Все мы делаем, все безоперационно, вы будете на 10 лет моложе, бла-бла-бла и все такое. Я говорю, вы сегодня будете мне какую-то процедуру делать? Они говорят, да, конечно, будем делать процедуру. Я вот сейчас вам посоветую, исходя уже из этой диагностики, я вам посоветую сегодня сделать то-то и то-то и то-то. Когда я попросила, можно ли мне сфотографировать хотя бы этот график, не снять на видео, как она мне рассказывает, а просто сфотографировать, они сразу прям вот аж дергаются, они прям вот пугаются. Хотя, ну, что здесь такого? Там нет их никаких логотипов, это просто распечатка на бумажке с моими там вот этими всякими шкалами и диаграммами. И они сказали, нет, нельзя. Я говорю, ну почему? Я же должна знать, какой уровень эластичности в норме и какой у меня, потому что я не запомню, тем более с моей памятью, я вообще у меня очень плохая память, я такие вещи, не цифры, там вот эти графики все, я вообще не запоминаю. Говорит, ну все, давайте начнем. Я сто раз спросила, платно это будет? Бесплатно? Что, я сегодня вам что-то должна буду? Нет, нет, все это все бесплатно. Ну, хорошо, думаю. Она вышла, наверное, покурить, и я себя немножко засняла, как я там лежу вся красивая в этой масочке. Короче, не разрешили мне ничего снимать. Ну вот она вот сейчас ушла, наверное, покурить пошла. Нанесла мне маску, уже сделала мне. И криотерапию, и мезотерапию. Мезотерапию безугольчатую. Вот, сейчас выйду вся красивая. Уже мне сказали, что мне все нужно, что мне надо очень много процедур, и поры, чтобы мои сузить, и капилляры, чтобы мои убрать, и чтобы питать кожу, и все-все-все. Короче, много всего мне нужно. Я спросила, сколько же стоят вообще эти процедуры? Они сказали, что мы делаем только комплексом, и комплекс начинается от 200 тысяч рублей. Говорит, ну это мне очень нужно. Вот так. После того, как она мне все это уже сделала, она начала уже как бы прощупывать мой достаток, мое состояние, и начала говорить, что у нас вот мы, это у нас такая клиника, которой мы всегда все делаем комплексом, только курсом. Мы не беремся делать что-то, вот какую-то там одну процедуру, как в косметологических кабинетах, которой не будет эффекта, и вы потом будете нас ругать, там и все такое. В общем, мы только курсом. Я говорю, ну, а по ценам, наверное, вы меня не сориентируете, это мне нужно идти на ресепшн, спросить по ценам. Но она сказала, нет, почему я сейчас вам все сориентирую? Курсы у них начинаются, секундочку, ба-бам, от 200 тысяч рублей, один курс. У меня, конечно, потихонечку так начала челюсть отвисать, но я так села вот так вот, чтобы она у меня не отвисла сильно, так облокотилась на свою руку. И говорю, 200 тысяч? Серьезно говорю? Это интересно, за сколько процедур? Она говорит, ой, ну там много, это вот все вот эти вот, показывает мне, что она галочками мне поотмечала, то, что мне нужно. В общем, в перечне у них вот такой список на листочке, там все было распечатано, и в перечне было где-то процедур, наверное, ну я думаю 50. Галочка меня, она отмечала мне, ну больше половины, где-то 25-30, это то, что вот конкретно нужно мне по моему типу лица, по моему состоянию. 200 она так кинула немножко мне такой проброс, и смотрит, что я немножко, ну, ошалела, и сразу такая раз-раз и начала мягче уходить назад, говорит, ну у нас сейчас вот акции, такие есть акции, у нас есть два плана, по которому мы можем с вами действовать, и еще говорит, если честно, вам как к блогеру, я вам еще скидку сделаю, я, говорит, сама не могу, но я сейчас пойду спрошу. В общем, опять куда-то она удалилась, я сижу. Удалилась, прибегает с бумажкой, написано там, значит, большими, вот такой, А4 бумагой, и вот такие две большие строчки, значит, два плана, от руки, то есть у них нет, это не на распечатках никаких, они все делают вот тут, здесь и сейчас. Ну, чтобы, естественно, я не сказала, дайте мне распечатку, домой я подумаю, там все такое. В общем, написано, я вам сейчас это где-то тоже, вот тут вот вставлю, значит, а, я у нее попросила, это же вы мне написали, я могу это с собой забрать, нет, нет, вы не можете. То есть получается, первый план, 120 тысяч, и потом платишь по 5 тысяч в месяц. Я говорю, хорошо, сколько процедур туда входит? Туда, значит, входит 30 каких-то там процедур, вот этих всех, которые галочкой она мне на отвечала, она отмечала, плюс лазер, один разделается, и плюс какое-то еще, не запомнила слово, какое-то Swiss, или Smith, какой-то, что-то такое, аббревиатура из 4 букв английских. Это она говорит, что это вообще как подтяжка безоперационная, это вот вообще там супер-пупер, это тоже делается один раз, и хватает на 5 лет. Говорит, ну вам как блогеру, я вот могу пойти узнать, если вам 120 много, и 90, ну хорошо, сколько вы можете, она мне спрашивает, уже вот такой разговор пошел. Ну конечно, да, я выглядела лучше, но вот сегодня, я не знаю, прям какая-то я подтянутая, или что, там я мне там вот так кожу натягиваю, вот так будет, вот так, нравится коще? Я говорю, ну конечно, кому же не понравится? Я говорю, можно я с собой эту бумажку возьму, мне надо подумать, с мужем посоветоваться? Она говорит, нет, нет. Я говорю, а что это, какая-то конфиденциальная информация, или это какой-то, я не знаю, научный труд, который вам нужно запатентовать? Что? Это просто бумажка, где вы мне расписали, сколько процедур, сколько будет стоить всего, и сколько будет стоить в месяц. почему я не могу это взять? Могу я хотя бы это сфотографировать? Нет, не можешь. Я говорю, хорошо, тогда хотя бы можно я сейчас посижу две минуты, посмотрю на эти цифры, чтобы я их запомнила в памяти, потому что мне тяжело запоминать это все. В принципе, понравилось, в принципе, все, как бы, нет, не сильно они давили, потом они тоже не сильно, я думаю, ну когда же начнется, когда же начнется, разводняк? И потом она уже такая, уже в конце, когда я уже поняла, что я сейчас покупать ничего не буду, и для чего нужен паспорт, чтобы я именно сегодня купила, потому что они сказали, что если ты сегодня возьмешь, то у тебя будут такие вот акции. Если и сегодня не возьмешь, то все там под тем же ценой, но это как везде, в любом магазине, хоть ты холодильник покупаешь, хоть телефон. Вот, и она мне говорит, да, это вот, ну вот, беспроцентный кредит, ну она не говорила слово кредит, это, я не помню, как она сказала, но это все беспроцентный взнос, это вот, какие-то вот такие маленькие истории есть, знаете, вот как у меня сломался холодильник. Потом, когда она мне, кстати, переписывала мои данные, когда там роды были у меня и все такое, я написала 2005 год, она, ой, а если не секрет, в каком месяце? А то у меня дочка тоже в 2005 я родила, я говорю, в октябре, и у меня в октябре, я говорю, да вы что? Я говорю, а какого числа? А она говорит, а у вас какого? Я говорю, у меня 11-го, она говорит, а у меня 7-го, я говорю, да вы что? А вы где, в каком роддоме рожали? Она говорит, а вы в каком? Я говорю, а вы сначала скажите? Она говорит, я в зиповском, я говорю, а я в пятом. Так что не сошлось, не сошлись. То есть, вот они пытаются, знаете, вот как бы сделать из себя чуть ли не подругу, родной человек, мы рожали в одном роддоме в одно время, чуть ли там не в одной палате мы лежали, сейчас окажется. Вот, и когда уже тебе начинают потом все это предлагать, тебе уже вроде как неловко отказать, но я за годы своей практики и бизнеса, и живя в Канаде, и как бы, ну, и агонии, и медные трубы пройдя, я уже научилась отказывать людям, и говорить слово, говорить слово нет, поэтому меня не развели, я не знаю, они, конечно, теперь естественно будут мне прозванивать, потому что у них естественно остался мой телефон, но я может пару раз отвечу, потом я запомню этот номер, поставлю его в блок, потому что, ну, конечно же, 120 и 90 тысяч платить я не намерена, хоть какая бы там была процедура, и хоть какое у меня плохое состояние бы кожи не было, я предпочитаю или само ухаживать, или сходить к своему косметологу за полторы, за две тысячи сделать какую-то процедурку, и не подписываться на целых два года, это все равно, что я буду к своей косметологу ходить два раза в месяц, на протяжении двух лет, но кто-то из вас так делает, я не думаю, даже звезды, наверное, так не делают, поэтому, ну, не настолько уж у меня плохое состояние кожи, чтобы я это делала, в общем, вот такой у меня был поход к косметологу, если у вас есть какой-то такой опыт, вы напишите мне в комментариях, удалось ли кого-то из ваших, может, знакомых, или вас, кто-то, может быть, платил, и может, какой-то хороший результат даже получился, или может быть, это у кого-то разводняк был, и все, там просто деньги заплатили, и никакого результата, напишите, мне это очень интересно, правда, и я думаю, что моим подписчикам тоже вела себя в руки, я была умная, я была хитрой, поэтому меня не развели, и слава Богу, желаю вам тоже, чтобы у вас никогда не разводили никакие лохотронщики, будьте сильными, и ухаживайте за своей кожей, всех люблю, целую, всем пока.